Россия, или как принято её называть Раша, громадная территория, где ежедневно происходят самые удивительные вещи. Однако российское телевидение днём и ночью крутит новости исключительно о событиях в Украине. Давайте же восстановим справедливость и посмотрим, чем живут простые россияне от Москвы до самых до окраин. И каков он, русский мир без фильтров. В Рашу пришла настоящая зима. Снегопады раньше календарной зимы накрыли почти все регионы несуразной громадины. Я Снегурочка, я Снегурочка, я Снегурочка. Вот это октябрь, как в детстве. И коммунальщики взялись решать свои исконно зимние вопросы. Вот, например, в Омске решили положить асфальт прямо на снег. Улица Воровского. Остановка Горьев. Ложат асфальт в снег. Весной весь асфальт отпадет. А это коллеги омских ребят из Дзержинска. Тоже не отстают. А вот в Екатеринбурге стала проблема похлеще. Прямо посреди улицы напротив университета кто-то вылепил огромный снежный фалос. И чтобы снести символ плодородия, местные коммунальные службы не пожалели ничего. Пригнали даже трактор. За деньги налогоплательщиков, конечно же. Ну, на подобную уборку в Раше всегда средства найдутся. А вот на то, что реально представляет опасность, это уж извольте. К новостям высоких технологий. Чтобы не проводить интернет в селах, депутаты Алтайского края предложили ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. С недостаточной мощностью в некоторых сельских поселениях отдельных районов края сигнала, обеспечивающего пользователям доступ к системе интернет, необходимо, и то, что там нет регулярной доставки в данные сельские поселения, печатных изданий, то представители всех, подчеркиваю, всех государственных органов Алтайского края, последовательно меняющиеся в алфавитном порядке, это чтобы не вводить специальную должность, чтобы никому не было обидно, ежемесячно посещают вышеуказанные сельские поселения, определяемые по итогам мониторинга доступности сигнала, обеспечивающего доступ к системе интернет для пользователей, и перемещаясь по улицам населенного пункта данного, в течение рабочего дня с 9 до 18.00 устно зачитывают жителям вышеуказанных сельских поселений всю информацию, я не понимаю, извините, реакции ваши, тексты постановлений, решений, нормативных актов, касающиеся новшеств в работе данного государственного органа. Жители вышеуказанных сельских поселений информируются о таком способе оповещения и деятельности государственных органов Алтайского края органом, соответственно, местного самоуправления, заблаговременно и имеют право по окончании читки информации задать представителю каждого государственного органа неограниченное число вопросов по существу представленной информации. Это прямая демократия. Это позволит снять вот эту проблему отчужденности жителей этих сельских поселений от работы госорганов и своевременно их информировать. И, кстати, отмечу, что эта форма опробированная еще была много, даже не то что лет, а веков назад, когда были глашатые, когда они ходили, они зачитывали. И, ради бога, если, Оксана Викторовна, вы не согласны или если вы отрицаете, но я думаю, что вы не отрицаете, что сигнал в Барнауле и сигнал в каком-то далеком сельском поселении неравномерен, предложите, предложите рецепт, как снять эту проблему. И мы тогда на поправке настаивать не будем. Но делать вид, что все прекрасно, что в далеком сельском поселении кнопочку нажал и тебе мгновенно все файлы открылись, извините, это несерьезно. Город Орлов в Кировской области. Здесь провели торжественное открытие памятника Сталину в детском парке. Кажется, эпоха, когда дети благодарят товарища Сталина за свое счастливое детство, таки возвращается в Рашу. Личность Сталина невозможно вычеркнуть из памяти Ючкой при всем желании его преддоброжелателя. Бываются слова Иосифа Гиссарионовича, сказанные им однажды маршалу Советского Союза Голованову. После смерти много мусора нанесут на мою могилу. На ветер истории безжалостно развеять его. Как сказал один поэт, умаялись, угробились, устали. Народы жить средь нищеты и лжи. Пора пришла. Давай, товарищ Сталин, людям путь к победу укажи. К новостям потустороннего мира. Некий посланник Ванги, который без помощи калькулятора слагает какие-то случайные числа и из этого делает не менее случайные якобы прогнозы, рассказал телевидению «Раша» о том, что начинается третья мировая война. Потому что 16 плюс 9 равно 25, а вовсе не потому, что Путин сами знаете кто. Сегодня в ТОП новостей сектор газа. Все с ужасом ждут развязку. Весь мир напряженно следит за тем, как Америка наращивает свою военную группировку на Ближнем Востоке. Воздушные караваны безостановочно перебрасывают мимо носа Зеленского вооружения и боеприпасы в Израиль. Американские говорят, что хозяин мира. Какой он? Какой? Что делать? Вон сейчас. Например, самая ошибка. Говорят, сейчас в самом дорогом бункере Киева уныние и паника на грани истерики. Зеленский кусает локти. Боится, что вся американская помощь уйдет Израилю, а бандеровскому режиму не достанется ничего. Американские власть мафия. Американские везде лежат. Кто голосовал, ты будешь жандармом. Там курировать. Ирак, Афганистан, Украина везде, Сурья везде курировать. Почему? Кто голосовал, ты будешь курировать весь мир. Кто голосовал за американских? Ты должна курировать весь мир. Никто. Посланник Ванги уже все посчитал. Уравнение с Украиной показывает, что Зеленскому все дадут. Байден не оставит его без поддержки. Как барана. Он думает, это мой друг. Он его продает. Он кушает. А собака? И него? Хозяин его кушает. Хозяин его продает. Всегда хозяин продает. Сухие формулы бесстрастно предсказывали все это заранее. Сидик Афган указывает нам на кровавую дату. Чудовищную атаку против Израиля боевики Хамас устроили в 50-ю годовщину войны судного дня. 7 октября. Согласно расчетам афганского прорицателя, эта дата выпала не случайно. Еще минувшей весной Сидик Афган предупреждал. Враги России планируют теракт против нас на 17 июля. Я вижу. Вы не видите. Именно в этот летний день, по его подсчетам, должна была произойти глобальная провокация. Или опасный шантаж. Зеленский готовил удар по Запорожской атомной электростанции. Как мы теперь знаем, эта часть плана провалилась. Но именно в этот день, 17 июля, киевский режим снова устроил террористическую атаку на Крымский мост. Погибла молодая семья, которая ехала в отпуск. Теперь смотрите внимательно. Даты кровавых атак на Крымский мост и Израиль пересекаются. 7 плюс 10 равно 17. 2023-й. Как ни крути, 20 плюс 23 – 43. А 43 – это 4 плюс 3. И снова выходит семерка, то есть 7 октября. Рубрика «Рум-тур». Точнее, сити-тур. Сегодня представляем вашему вниманию экскурсию по курортному городу Астрахань. Родине черной икры и других несметных богатств Раши. Уважаемые друзья, едем по центру города Астрахани. Это наша морская столица России. Вот, пожалуйста. Вот, посмотрите, что творится. Это... Здесь дождя не было. Вчера был дождь. Ну вот, посмотрите, что здесь творится. Какие здесь грязные улицы, какие дороги ужасные. Как все запущено. А губернатор за 9 или 11 миллиардов рублей строит оперный театр. Вот в этом городе, в этом ужасном городе он строит театр. Посмотрите, какие дороги. Посмотрите, какие дома. За эти 9-10 миллиардов он мог бы расселить. Но если не половина Астрахани, я думаю, хотя бы 1-4, 25 процентов, хотя бы там, или 20 процентов города Астрахани, он расселил бы на построе новые дома, построил хорошие дороги. А теперь, посмотрите, что творится. Вот это, пожалуйста, достопримечательности нашего славного города Астрахани. Ну вот, смотрите, вот в таких домах живут астраханцы. Вот видите, какие кривые резины. Это мы специально не выбрали. Это, считайте, почти весь город такой. Вот, пожалуйста. Вот, это все улицы, практически, ну, может быть, там в центре где-то асфортировано. А вот это тоже, где мы едем. Это улица какая? Добролюбово. Мы едем по улице Добролюбово. Это практически центр. И вот здесь, пожалуйста, посмотрите, какие дома, какие улицы. Какое страшное безобразие. К новостям геноцификации. Управляющая сетью отелей и апартаментов в Дагестане заявляет, что не заселяет евреев. Мы не заселяем евреев. У меня 47 объектов в городе. И за всеми я следила тщательно, а теперь буду еще более тщательно следить. Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. И даже если нас надурят, я посмотрю камеры и вычислю это, то я выселю его. Обязательно поверьте мне. Прекратите, пожалуйста, нас проверять в авито. Спрашивать, сдаем ли мы квартиры евреям. Нет, не сдаем. Мы за народ Палестины. Лучше потратьте ваше время на дуа за Палестину. И у меня нет вопроса к этим нацистским сволочам. Они нацисты. Сначала они лишают евреев, таких как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты нас лишают собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать. Раша. Страна самых странных людей. Они берутся решать проблемы, которые сами же создают. Они пытаются навесить на других собственные ярлыки. Они доказывают, что являются великими. Хотя на самом деле всего лишь громадные и несуразные. Ничего общего с величием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова